Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александр Цветков. Александр Иванович, здравствуйте! Добрый день! Александр Иванович, в Чувашии наступает достаточно сложный период. Назначены выборы главы Чувашии в единый день голосования. Я так понимаю, что по всей России в этот день будут проходить выборы. Во-первых, Татьяна, я хочу вас немножко поправить. У нас наступает несложный период, у нас наступает очень интересный, захватывающий период. Нет, выборы – это важное событие, хотя бы потому, что последние прямые выборы главы Республики, руководителя Республики, проходили почти 15 лет назад. Ну, это по всей России, наверное, так? Нет, ну, у всех по-разному. Ну, ведь выборы проходят не только в Чувашии, еще в российских регионах, во многих российских регионах. И будут проходить прямые выборы руководителей субъектов федерации. Какова модель выборов, технологии, как это происходит? Ну, в том, что касается выборов, в принципе, сильно нового ничего нет. Будут бюллетени избирательные. Каждый избиратель получает по одному бюллетеню, выбирает того кандидата, который ему нравится, голосует за него. Единственное новшество, достаточно серьезное, это, опять-таки, возвращаемся к тому, что было раньше. На этих выборах впервые будет применяться досрочное голосование. То есть тот избиратель, который по уважительным причинам не сможет участвовать в выборах в день голосования, он может прийти заранее, за 10 дней в участковую комиссию, написать заявление и проголосовать. А открепительные талоны будут? Открепительных не будет, потому что применяется уже досрочное голосование. Что будет происходить в эти, получается, 3 месяца, почти 3 месяца, да? Когда начинается регистрация, когда начинается выдвижение, когда уже непосредственно сама предвыборная агитация должна начаться? Выдвижение началось вчера. Вчера у нас был замечательный государственный праздник, День Чувашской Республики. И символично, что именно в этот день началось выдвижение кандидатов на должность главы Чувашской Республики. Началось выдвижение очень активно. У нас заявились на 24 число 9 политических партий. И все 9 партий провели свои конференции, либо общие собрания. Которые выдвинули кандидатов? На которых были выдвинуты кандидаты. И эти кандидаты вчера, сегодня уже совершают вот такой вот очень значимый, с юридической точки зрения, акт. Они представляют в избирательную комиссию комплект документов о своем выдвижении. И вот именно с этого момента, с того момента, как мы получили заявление кандидата о согласии баллотироваться, он считается выдвинутым и, соответственно, приобретает все права и обязанности кандидатов. Какой комплект документов должен каждый кандидат вам принести? Большой. Перечислим. Перечислять очень долго. Вчера документы сдавал Михаил Васильевич Игнатьев. Вот у него в приложении к заявлению комплект на 71 листе. Это и документы, копия паспорта, сведения о доходах и имуществе, сведения об образовании, место работы, принадлежность к политической партии. В общем, весь документ, подтверждающий его выдвижение той или иной политической партии. То есть весь комплект документов, предусмотренный законодательством, он обязательно должен быть приложен. Александр Иванович, давайте перечислим всех девятерых, кто выдвинулся в кандидаты. Вчера прошли конференции девяти политических партий. Это, во-первых, четыре парламентские партии. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. И кроме этого, у нас провели конференции такие партии, как региональное отделение партии «Союз труда», партия пенсионеров России, партия «Гражданская инициатива», демократическая партия «Яблоко» и такая интересная партия, как партия «Альянс зеленых» и «Социал-демократов». То есть можно ли сказать, что все девять выдвиженцев будут кандидатами на пост главы? Или есть какая-то процедура, когда их могут не пропустить? На данный момент пока представили документы семь человек. До нас еще не дошли кандидат выдвинутой партии «Союз труда», это Коршунов Анатолий Валентинович, и кандидат выдвинутой партии «Гражданская инициатива», Браницын Андрей Юрьевич. Семь человек. Самым первым сдал документы Игнатьев Михаил Васильевич от «Единой России». Сегодня с утра, в 8 утра уже подошли, даже в пол восьмого, сдал документы Шурчанов Валентин Сергеевич от КПРФ. Одновременно с ним, почти одновременно сдавал Николаев Олег Алексеевич, это, соответственно, «Справедливая Россия». От партии «ЛДПР» на выборах участвует Субботин Константин Сергеевич, это достаточно молодой парень. Он депутат Государственной Думы, представляет в Госдуме Свердловскую область. Кроме этого, в выборах у нас участвуют от партии «Альянс Зеленых» Малов Юрий Валерьевич и от партии «Яблоко», руководитель ее регионального отделения Владислав Иванович Аркадьев. И, я забыл, партия пенсионеров России, Сапожников, Валерий Васильевич, заслуженный человек, Аксакал, самый настоящий пенсионер, представляет свою партию. Александр Иванович, я вот о чем хотела, предыдущий вопрос. Они все дойдут до выборов или все-таки будут какие-то фильтры, которые они должны обязательно пройти? Вы можете их не утвердить или вы их утверждаете? Нет, мы их потом регистрируем. Теоретически они все могут быть зарегистрированы, но для этого нужно выполнить ряд предусмотренных законных процедур. В частности, самое первое, что они должны сделать и чем они уже сегодня занимаются, они должны собрать подписи депутатов муниципального уровня и глав сельских поселений в свою поддержку. Сколько им нужно собрать? В процентном отношении? Много. От общего количества 7% это минимум 287 подписей. Каждому? Каждому. Причем не просто вот пришел с листочком, говорит, подпишись за меня, он расписался, как автограф дал. Подпись должна быть нотариально засвидетельствована. То есть тут еще такой институт включается, как нотариусы, которые проверяют, является ли этот человек депутатом, является ли данный человек кандидатом. И, соответственно, они все это дело проводят в установленном законном порядке. До какого числа им это надо сделать? Им это нужно сделать в течение 30 дней с момента начала выдвижения, то есть до 24 июля. Вообще, вот эта вот процедура, она новая в законе. Впервые с ней столкнулись в прошлом году, вернее, два года назад, те субъекты, которые проводили выборы губернаторов, глав республик. И практика показывает, что преодолеть этот так называемый муниципальный фильтр можно. И я уверен, что и в нашей республике будет фильтр преодолен. Всеми? Ну, всеми вряд ли. Но я думаю, что в избирательном бюллетене будет 5-6 кандидатов. И, ну, как минимум, кандидаты, которые представляют парламентские политические партии, на мой взгляд, они должны быть в избирательном бюллетене. Потому что эти партии уже своим фактом своего существования, тем, что они имеют свои фракции в Государственной Думе, в Государственном Совете, они уже заслужили право участвовать в выборах главы Чувашской республики. Ну, возможно, и другие партии сумеют преодолеть этот фильтр. Более того, у нас сегодня поступили уведомления еще от двух партий. Это еще одна партия пенсионеров. Правда, партия пенсионеров уже «За справедливость» называется. Лидером которой является у нас в республике Степанов Николай Алексеевич и партия «Патриоты России». Солдатов. Солдатов Владислав Дмитриевич. Обе эти партии имеют своих избирателей, имеют своих поклонников и, возможно, тоже сумеют вклиниться в борьбу. После 24 июля что начинается? После 24 июля уже утверждается форма и текст избирательного бюллетеня и начинаются технические моменты для избирательной комиссии, которые связаны с подготовкой ко дню голосования. Для кандидатов начинается активная фаза предвыборной агитации. За 28 дней до дня голосования начинается агитация на телевидении и радио. Это самый напряженный период, когда можно еще склонить на свою сторону избирателей. Ну и, конечно, у нас будет день тишины, когда накануне выборов мы не агитируем. Да, в субботу любая агитация запрещена. Также она запрещена в день голосования. И вот с учетом того, как развивается сейчас избирательная кампания, на наш взгляд, выборы будут интересными, достаточно конкурентными. И, в принципе, я думаю, что скучно нам точно не будет. Я еще так думаю, знаю, что мы будем выбирать не только главу Чувашию, но и депутатов в органы местного самоуправления. Причем во всех, без исключения муниципальных образованиях. У нас их всего 317. Это городские округа, муниципальные районы, сельские и городские поселения. И везде избираются собрания депутатов. Это порядка 4 тысяч мандатов распределяется. Это будет около 10 тысяч кандидатов всего по республике. То есть это вот такая вот большая организационная работа для того, чтобы все это провести. Серьезная для вас работа? Серьезная, да. Справимся? А куда мы денемся? Нет, мы реально, мы к выборам ведь готовимся уже. Весь все последнее время мы готовимся именно к этим выборам. Мы проводим обучение избирательных комиссий. Мы смотрим условия, в которые будут проходить выборы. Корректируем законодательство. У нас нет другого выхода, кроме как организовать и провести эти выборы в полном соответствии с требованиями законодательства, максимально открыто, максимально демократично, соблюдая все права и интересы участников избирательного процесса, будь то избиратели, кандидаты, политические партии. И тогда, я думаю, что рано утром, 14 сентября, мы уже узнаем, кто станет главой Чувашской республики. Александр Иванович, надеюсь, что выборы пройдут не только интересно, но и честно. И мы действительно 14 числа утром узнаем имя достойного человека, возглавлять Чувашскую республику. Спасибо за беседу, спасибо за то, что вы пришли к нам. Спасибо. А я напомню, что у нас в программе «По существу» был председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской республики Александр Цветков. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова